Девушки отдыхают Игорь, как у нас общающийся с природой, говорит, это какой-то грызун. Я говорю, ребята, мы же не будем крысу готовить. Что это нутрия, кролик? Я рассуждаю вслух, нутрия вряд ли экзотична. Скорее всего, кролик. Это проще. Кролик решили. И было тесто. Тесто, кусочки, остатки теста, прилипшие к нашему столу. Это, Вера, какая-то паста. Мне кажется, что это было... А, это, наверное, паста. Вот. Но тесто есть. А где другие подсказки? И что же, сделаем и на этом все? Мира. Или нет? Конверт. Давайте посмотрим, что здесь. Да подожди, это еще районный. Это споры. Это споры. Значит, грибы. Грибы, может быть, мицелий, споры. Вот грибы, вот грибы. Но так как я разбираюсь в биологии, я увидел, что это грибки, мицелий, грибов. То есть грибы, грибы. Ключевое слово, в конце концов, это грибы. Четвертое, это маслобойка. Маслобойка, да. Это понятно. Масло. Масло идет, опять-таки, и в начинку, и в соус. Это что-то сырное, что-то сливочное, молочное. Итальянская кухня, равиоли. То есть, ну, ассоциацию быстро можно довести. Был для... Ниж для пармезана. Понятно, что надо было и сырочек, потом затерти все сверху. Також была формочка для равиоли. Вы сразу поняли, что это равиоли. Давайте сделаем равиоли с кроликом и с грибным соусом. Но вот это стрела и репа. Мы на нее смотрим, 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 смотрим. Получается репа, стрела, стрела стреляется из лука, лук репа, репчатый лук. Он идет и в соус, и в начинку. Вот. А что, эта репа была на столе? Она была пробита стрелой. То есть, это был знак, или как бы... И вы разгадали эту подказку? Люблю, люблю репу, наверное. Есть еще вариант, что это легенда о Тиле Оллиншпигеле, и должна использоваться яблоко. Он начал каким-то шпицель-вицель, там, что-то сгадывать, философию. Так, точно, философия. Человек-философ. Вот, кобзарик такой вот, высокий. Ну, есть легенда о Тиле Оллиншпигеле, когда ребенку на сына Оллиншпигеля поставили яблоко, и отец должен был из арбалета прострелить яблоко. То есть, в данном случае яблока нету, но, возможно, вот это заменяет яблоко. То есть, нужно яблоко еще использовать. Йолки-палки, у нас времени всего час на блюдо, а ты стоишь, згадываешь какие-то яблоко, что какой-то батько, какому-то сыну стрелял, яблоко сбивал на голову. Ну, кому оно там треба зараз? Вы понимаете, или нет? А что вы пустили, эту стрелу? Из арбалета. Или из лука. А лук, лук, лук. Подумали, ага, раз тут репа, что репчатый лук, круглая форма, и обозначение, что у нас именно протыкает его, когда стрела. И после этого, когда мы все разгадали, вот только тогда мы пошли за продуктами все вместе. Распределяй. Я начинаю. Ты делаешь пасту. Я перебью. Хорошо. Хорошо. Так. Ты... Я так делаю. Бачу в красной команде так все, как сказать, по-семейному все потихеньку раз-два-три, когда я просто гляну на нашу команду. То, что сейчас делают, вы мне скажите, пожалуйста. Мои все стали, что ж это за блюдо, что ж это за блюдо. Думаю, не тупите, ребята, давайте стаем готовыми, думаем, что с мозгами. Просто давайте. Так, давайте подумаем, что мы будем готовить. Стоять, что мы готовим. Найбільшою халепою нашего стола був перший номер. Перший номер – это подзорная труба. Подожди, оно нормально показывает или переворачивает? Подзорная труба. Зачем? К чему? Откуда? А ну, глянь сюда. Белорусский друг туда смотрел, он в Минске там не увидел. Я смотрел, твилиси в загале не видно было. Когда смотришь в штурму, все овощи были очень маленькие. И, типа, там лежала обычная морковка, обычная картошка. И я хотела ребятам показать, что, смотрите, не здоровая картошка, не здоровая морковка, а должна быть бэйби, бэйби, в смысле маленькая. Потому что через подзорную трубу все маленькое. Ну, переворнуты. Также у меня был слепок рыбы. Дивися, взяли рыбу, почистили два. По слепку рыбы и по плавникам, которые нашли в раковине, ну, обнаружили, уже поняли, что это рыба. Начали думать. Так, сейчас вопрос. Целиком закрепляем, что филешку делаем? Я запек рыбку, сделал филе, темнянчик, соль, перец, рисковое масло. Также я оставил пинцет для рыбы, чтобы вытаскивать кости, чтобы, опять же, натолкнуть на рыбу. Стоп! Там пинцет был, все видели? Да. Значит, филе. Филе, да, надо выщипать кости. Значит, филе. С рыбой определились, начали думать о гарнире. На столе были овощи, картошка, морковь. Круглые овощи и морковку карамелизировал с семянчиком, с сахаром, сливочным маслом, обжарил. Слышишь, Коба, а если из картофеля такие слайсики сделать? Положи шкуру вниз и аккуратно держи. У тебя труба была на столе, это блюдо типа морского, типа пиратское. Они бы не стали столько возиться. Ну, мы так поняли, что там кто-то пират был, что-то с морской тематикой. И мы решили поступить таким образом. Сделать пюре, то есть подушку из пюре. Так, что мы решили? По картошку мы робим пюре, да? По-любому, картошка, пюре. Сложно было, наверное, отбудать соус бирдбан. У меня была пробка от вина, то есть что здесь надо использовать вино. Вино и шалоты, ну шалот, лурня, ну все, тут просто, ну, легче всего. Где три? Три вино взять випарить. Тут есть винный соус, тут есть, по-любому, винный соус. Все равно никто меня не слушал. Ребят, это банально просто рыба в белом вине с овощами. Соус у нас мы не смогли отгадать и решили, что делаем. Обычный томатный соус. Гарнир делал Миша. Ну, пюрешка не получилась, но не получилось, не получилось. Допустим, давайте, что мы можем. Стоп, подожди, а где такой вариант? Картошка по-селянски, у нас есть чеснок, у нас есть лук. А мастер-шефове картошка по-селянски? А фри? А это у нас три будет. ***, а вы что надеялись с мастер-шефом? Я уже в конце так просто скипил, что я забил болт и просто сказал, что есть капитан, и в него питайте. Осьмик, вы догадались, что у вас? Да. Смотрите, им мешали жидкое тесто, и вот оно вот такое остается на ложке. Это тесто… И сочное, или нет? Нет, это лимонное тесто. Я оставила ложку такую, здоровая, такую хорошую, но мне не было от стука того крема, как бы. Можно было додуматься, что это не заварное, это тесто заварное, или это какой-то бисквит. Тут реально трудно. Это что? Это песок, это ничего, это песок. В пиалу я себе насыпил песок, как бы, песочное тесто. Стоп, сюда. Мы нашли тесто, кусочек теста нашли. И мы поняли, что это песочное тесто. Уже стоял пергамент, на котором были маленькие такие вот кусочки теста. Опять-таки можно было попробовать и догадаться, что это песочное тесто, а именно песочный тарт. Значит, то не тесто, значит, это желтки, которые наливаются в лимонную таркалитолетку, и все, пошли, поехали. Если честно, мы сразу поняли, что у нас будет корзинка с песочного теста. Мы начали думать, что в наполнении этой корзинки будет. Ты пошел не по-русски. Клубника, десерт. Когда увидели клубнику, ну, хвостики от клубники, сразу же, что это тарт. Я оставила на столе мятную жвачку. Зачем нам жвачки? В конце мята. Мята. Намек на то, что это мята, на то, что надо положить ее куда-то. Но параллельно они могли ее скушать, и чтобы у них были чистые зубки. Ребята, А знаете, что я думаю? Вот здесь что-то написано, и нам нужно подогреть бумагу, чтобы она расшифровалась. Значит, я вспомнил кулинарный шилок пятого сезона и написал лимончиком на бумаге слово «голубейка», как бы то, что шло в мой сан-тарт. Подогреваем? Подогреваем. Подождите, не подогревайте. Подождите, подождите. Чтобы разгадать это слово, надо было просто провести свечой горящей. Все. Что это? Г. Голубика? Го- Лимонная тарталетка, ее делала еще Лиза Глентка за всеми этими. Тесто, оно должно быть пресное. Сверху вот этот вот лимонный курт, который заваривается на водяной бане. Это украшается меренгой беленькой, а еще сверху фруктами, ягодами. Все, у нас тесто готово. Мы решаем делать тарталетку с лимонным кремом и с меренгой. Это была моя идея, и мне очень понравилось то, что все ее подхватили и все этой идее доверились. У нас реально сейчас очень мало времени. И тут начинается какой-то просто нереальный трэш. Так, мне нужна вот эта поверхность полностью чистая. Я уже взялся за работу капитана, потому что капитан действительно ни на что не способен. Подожди, смотри, тебе нужна доска для того, чтобы положить бисквит. Да. И что, и все? Подожди, мне надо ее стучать сюда поставить. Хорошо, что я проверю, потому что духовка была в клю... Они бисквит хотели выпекать на 250 градусов. Когда я это увидел, у меня там чуть миокарда не было. Мне нужна кокосовая стружка. Ну зачем везде совать эту кокосовую стружку? Давай так, возьмем стружку на всякий случай. А давай ты перед тем, как что-то брать, будешь советоваться с нами, окей? А, пожалуйста. Я не скажу, что у нас были какие-то конфликты. Ну, то есть я не назову это конфликтами. Но проблема в том, что Сережа под номером 3 пытался прийти в себе одеяло. Просто потому, что он готовит это блюдо дома. Чуть ли не каждый день. Вы точно не хотите себе взять эту кокосовую стружку белую? Нет. 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 Это пошло. Не в якому разе. Господи, как я жален, что я не сказал, давайте я буду капитаном. Тогда бы все было так, как хочу я, и мы бы пришли к победе. Только не кокосовую стружку, пожалуйста. 2016-й Рик, как кокосовая стружка. Стой мой стиль шеф, какая кокосовая стружка. Хотелось взять какой-то сотейник и просто перемонтулить пол своей команды. Положить их или отставить куда-то в другую сторону. Ставить Сережу вдвоем и нормально сделать хотя бы вкусную пьяную вишну. Ну что, вы хотите вот так, сюда начинка, и сюда, и вверх, в чем проблема? И мы подаем на вот эту тарелку. Да. Вот эту милипи***ку. Нет, это нормально. А ты на какую хочешь подавать? На маленькую десертную тарелку? Ребята, у меня сейчас паника. А это паника, спокину, ребят. Подожди, подожди, не сыпь, а так отсюда бри и потихоньку поднимай. Насыпь сюда. В кухне паники не будешь, спокину. Что мы делаем? Мы берем мякоть, путем истерик разгразиваться с Сережей номер три. Мы пришли к тому, что мы берем сливочный крем. Как мы подаем? Я говорю, давайте возьмем у нас есть ганаш и сделаем этот ганаш. И каждую секунду, пока я мазал этот ганаш, Сережа номер три стоит и истерит. Как ты мажешь, как ты то, как ты все, как ты пятое, как ты десятое. Нет, по бокам. Нет, только по бокам. Дайте специальную лопатку для крема. Вот. Нет, это не она. И стыд психует. Я понимаю, что я не буду регулировать на эти истерки и не хочу уделять этому времени. Особенно, когда нам кричит, что осталась последняя минута. Пять. Четыре. Три. Два. Мы поняли, что он готов, когда до окончания конкурса осталось две секунды. Один. Время вышло. Все отойдите от своих рабочих столов. Первая команда. Сблюдо. Пожалуйста. Когда нам подходили, да, наш капитан, он очень радовался. Я не мог понять, почему. Это торт пьяная вишня. Угу. Интересно. Я уже по лицам Сережи, Ектора и Таня, я уже понял, что чувак, ты просто идиот. Просто. Готовы побачить, что вам насправді треба было приготовить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эх, кто? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шварц-Вальд. 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 Блин. Я вижу совершенно два разных десерта. Там, блин, якийсь такий тортик. Зовсим не то. И мы все сразу головой прокручиваем, что это такое. Я, честно, такого тортика не видел, я не знаю, что это такое. Я его не ел. А теперь познайомтесь с людиной, яка приготовила цей немецкий десерт. Я думал, что это, естественно, ризочка Глинская. Самый талантливый, мне кажется, вообще кондитер в мире просто. АПЛОДИСМЕНТЫ И тут заходит маленькая девчонка. Мы офигеваем и хлопаем, и мы понимаем, что мы лобухи. Девочка очень воспитана. Она очень максимально пыталась натянуть наше блюдо и внести какие-то позитивные нотки в него. Чуть-чуть где-то были, наверное, невнимательные. Оно было сливком много там залито, просто со всех травм там-там-там-там-там шоколадом. А все-таки пьяная вишня – это именно вишневый десерт больше. Но это не Шварцов, к сожалению, поэтому да. Спасибо большое. Катя – очень добра девчонка, и она не посмела образить вас правдою. Шварцвальд – это уровень мастер-шеф. Пьяная вишня – это уровень домашней кухни. А то, что приготовили вы – это нижче всякого уровня. Ребята, что вы сделали, я не могу даже классифицировать. Даже если бы я захотел какое-то имя присвоить этому торту, я, наверное, бы не смог. Будь ласка, заберите свою страву и повертайтесь на место. Команда красных. Ребята, как я морж, скажу – моржую. Мне ж... И Ектор берет так. Я уже готовый, я зробил вдох. Вуалла! Стойте, стойте, стойте. Тихо, успокоились все. Стали рівненько, гарненько. Так вы и отгадали страву. АПЛОДИСМЕНТЫ Было приятно, что вышел не просто участник мастер-шеф-дети, а победитель Антон Бултаков. Лично мне этот парень очень симпатичен. Скорее всего, это будущий великий кулинар. Презентация красивая, мне нравится. Выглядит оно аппетитно. Детина вышла в китель. Детина вышла так одягнена. Детина вышла до своей стравы, яку зробила. Він вышел, как мастер. Зеленушки в оригинале у меня нету. Вы добавили. Это не страшно, это даже хорошо. Перехвал. Он весьма компетентно, по-взрослому оценил. Кстати, очень хорошо оценил наше блюдо. Вы меня приятно удивили. Почему? Потому что классический размер равиоли, который принят в Эмиле Романе, 36 на 36 миллиметров. И очень близко подошли к этому размеру. То есть они могут быть разные, но классика именно такую, как вы сделали. И мне это нравится. Спасибо. 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 Команда синяя. Вы так повильно та преречено рухаетесь. Ніби мы тут зараз будем оголошувати вам смертный вирок. Все хорошо? Все добре. Презентуйте вашу страву. Это блюдо мы назвали Ирадской бухтой. Угу. Я смотрелся на эту презентацию, у меня просто набернулися слезы. Та-та-та-та-там. Перед вами Сибас із карамелізованими овочами та соусом Бер-Бланк. Салса Бер-Бланк. Привет, Малыч. Прикольненький, такий маленький. Я никогда не подумал, что такий децело можно так готовить. Офигенно. Нет, ну в принципе, ребята, видно, старались, трудились, но на самом деле это совсем не похоже. Господи, я думал, ребята в тридцатке будут поумнее. Были хорошие достаточно подсказки, и можно было постараться и все-таки додумать, ведь, ну, я легонько на него так. Знаете, ну, ребята, надо было сильнее постараться, ну просто потому, что слева от меня стоит Татьяна, справа – Эктор, а еще чуть дальше стоит Сергей Калинин. С гарниром вы совсем не вгадали, тому я навіть куштувати не буду. Едина надія залишається на рыбу. Я понял, что вся наша команда зависит от маленькой косточки. Чи я ее пропустил, когда разделывал эту рыбу, ну, я понял, что это будет моя вина. Нет, нет косточки. Есть золотистая коренька. И это единственное, что у вашей страве есть хорошего. Это – это что-то хорошее. Да я считаю, что все мы сегодня красавцы забокопорили нормально. Команда «Жортих». Итак, мы выносим наше блюдо, и Эктор каже, а что, вы думаете, вы угадали, яке это блюдо? Думаете, угадали? Да стоять там канеллони со шпинатом. К нам вышел Демонштейн. Тут такой харизматичный пальцем мелкий. Я вижу на первый взгляд, что они немножко перепутали начинку. Потому что шпината не было в начинке, а были грибы. И помидоров тоже не было. Вообще. Саша, спасибо большое. Конечно же, дети, конечно же. У меня и круче делают, чем мы. Шесть человек взрослых лбов. Ваш соус надто густий. Но на вкус непогано. Тесто похваю. Начинка слишком насыщенная для меня. Ну, они не говорят, что там супер-фау, но они не говорят, что это прям, ну, типа, какой-то разнос. И я понимаю, что шансы-то растут. И последняя команда. Пожалуйста. Команда Зелёных. Выходит шестерка лучших поваров-аматоров Украины. Зелёные, это мы. Тарталетка с лаймово-мятным курдом и меренга с клубникой-голубикой. Угу. Хорошо. Я такой подкликиваю, ура, радуюсь, мы держим всё всё за руки. И тут оказывается, что не всё так гладко. А блюзе автора не было меренги. Меренги. Я так... И приуныл немножко. Каждому сказал, с каждого двадцатка вот это с целью готовил. Я на сто процентов был уверен, что цель, десерт – это цель. Сто гривен надо будет потом забрать. В моём варианте это был заварной крем. К сожалению, в этом варианте это меренга. На вид это очень красиво. Я думаю, что это так же вкусно. Спасибо. Ну и очень приятно, потому что вроде бы перед тобой ребёнок, а я взрослая тётка, как бы я в жизни этого курда не готовила. А тут выходит ребёнок, чьё блюдо я уже вот вижу и понимаю, что ну как бы да, учиться есть чем. Потому что ну очень красивая подача. Интересен крем, конечно. Сергей просто так, ту ложку, полную ложку крема ему очень понравилось. Он сказал, что это очень вкусно и вернулся на своё место. Подошла Татьяна. Не совсем понятно, откуда у вас взялась меренга. Но с другой стороны, если мы будем рассуждать о классической лимонной тарталетке, то... Меренга вверху. Конечно же, конечно же. Команда зелёных. Нам уже сразумело. Сотроса, снимайте ваши фартухи. Это, конечно, был просто какой-то трэшевый момент. Я не знаю, что думать. В глубине души я хочу услышать, что мы снимаем фартухи и поднимаемся на балкон. Но я этого не слышу. Мы снимаем фартухи, потому что мы их снимаем, и мы можем просто уйти. Неужели такое может быть, что этот не понравился? Это так же, мы сейчас пойдём домой. Нет, ну это просто какое-то недоразумение. Ваш тарт – это самое вкусное, что мы сегодня скуштовали. И теперь я с гордостью могу сказать – вы шестеро. Вы двосядки Луси! На балкон! На балкон! И так хочется, знаешь, и упасть, лежать на той кухне, двигаться теми ногами, никуда не подниматься. Потому что ты знаешь, что это уже в двадцатке. У тебя куча эмоций, буря эмоций. Мала расплакалась, беда. Здравствуйте, здравствуйте. Я Лена Зровну, и я в двадцатке мастер-шефа. Я это сделала, я просто это сделала. Реально. Порвала всех, сама себя в первую очередь. Это капец. Не ожидала. Не ожидала, что я такая молодец. Вот для нас испытания закончились. Какать? Ну, что, блин, хорошо. Я думаю, что все будет хорошо. Кому-то надо пи***чить еще, извини за выражение. А мы уже стоим на балконе, курем паперосу, и на всех чихать хотела, и плевать с того балкона. Что нам, крутым пацам? Что у нас такая компашка собралась, и все. Я чувствую, что мы дойдем до кителя, шестерка, вот эта, которая первая поднялась в двадцатку. Ждите нас в кителе, и дрит в мадрид. У своя мунистя в двадцатце мы профуфикали, розумеешь? Ну, я, в принципе, зародила шленка там на балконі. И, в принципе, все. Больше всего я никого, в принципе, не родила. И тут я, розумею, что найгірше приехали по білих и синих. Команда білих и команда синих. Хлопцы с білий командой, щиросердечно прошу вас вибачения. Може, вы меня будете считать сволочью? Ну, реально я просила Бога, чтобы вас выгнали. Я не могла, чтобы ушла синя команда. Ну, реально, может, я сволочь. Да, я, может, така. Ну, реально, я хотела, чтобы осталось синя. Как-то ці люди мені були дорожчі. Вибачте, может, мы с вами так не подружились. Брехать не вмію. Вы пройшли такий довгий шлях до цієї кухни. Вы готовы были боротися и отдать все, что у вас есть, заради участки в Мастер-Шеф. И мне не верится, что все эти надежи и сподевания стоят за тими стравами, которые вы нам приготовили сегодня. Картопля фрі, пьяна вишня в крохмалі – это все, на что був здатен ваш коллективный розум? Это подсумок таланту шестью людей. Людей, которые оставили позаду тысячи претендентов на место у сотни. У мене не верится. Команда, яку я назву, назавжди покине цю кухню. Это команда… Белий! И бела команда уходи, я думаю, маленький камень из души припадает. И я думаю, пока, лузеры думают, давайте, пока, пока. Спасибо, пришло. Я пришел сюда за победой. Я видел себя в кителях, я видел себя в финале. Я видел, как я получаю главный приз. Реально. Я шел к этому шесть лет. Все шесть лет, как появился мастер-шеф на телеканале СТБ. Боже, так не хочу, чтобы мама плакала. Команда, сынник. Вас врятувало дві речі. Ваша добре приготовлена риба. И те, что сьогодні была команда, гірша за вас. Приводу для радостей не бачу. Адже быть лучшим из гірших – не те, про что должен мрять учасник мастер-шеф. Проте ви отримуете шанс разом з іншими поборотися за місце у двадцятці. Червоні та жовті. Вы продемонстрировали непоганий результат, но ваши страви не были идеальными. Поэтому мы проверим вас в следующем випроводе. В конце конкурса мы четко ощущали себе командой, которая заняла второе место. Мы себя ощущали, можно так сказать, маленькими серебряными призерами. Да, мест осталось мало. Зараз выбрали шесть, осталось еще четырнадцать. И ты просто понимаешь, что у нас двадцать пять. И каждый будет рвать за себе душу, футболки, кости на себе. Я своє место никому не уступлю там. Я в двадцятки по любому буду. Далее наша доля така, что... Не знаю навіть, что сказать. Что даже ждет завтра, какие будут конкурсы, что делать, сколько людей будет выстрелиться у участников. Я не могу на завтра сказать навіть, что... Знаю те, что нужно отдыхать, набраться сил, смотивироваться, идти до конца и бороться за свое место в двадцятки. Потому что я сюда приехал для того, чтобы бороться и быть в цей двадцятки. Ось и все.